Баку это наш город наш родной город мы приняли с этих сельчан переселенцев из района в нашем городе мы им приют дали а в конце концов демографическая ситуация изменилась настолько что нас из нашего коренного города из нашей родины изгнали эти гастарбайтеры из ирана вот эти азербайджанские турки село в которое мы сейчас отправимся называлась текерли здесь жили турки кавказские азербайджанцы эта гора называлась кероглу гастарбайтеры из ирана изгнали нас с нашей земли и остался кулачок всего под названием арцах и та территория которая сейчас называется республика армения всего в регионе это осталось у нас из около 300 тысяч квадратных километров исторической армении сейчас армянское государство меньше чем на 30 тысяч квадратных километров существует мы уже были в акс в наванке следующее село хачардзан поладлы в хачардзане армяне поселились в 1988 году в советское время в этом селе полностью проживали тюрки азеры потом они ушли а на их места из азербайджана прибыли и поселились наши нынешние граждане турки кавказян татарны и азербайджанцы посмотрите ну и от арцаха что там осталось 3170 километров если я не ошибаюсь из бывших 12 тысяч до недавней войны к слову так что что в данном случае мы должны понимать что мы алиевский режим азербайджанские пропагандистки твердят что ереван севан и так далее тому подобное кстати по поводу топонимы у нас до сих пор топонимы их тюркского происхождения полно которых давно надо было сменить и коренные названия вернуть этим территориям сейчас говорят азербайджанцы спекулируют это и одна из излюбленных горе экспертов которые я говорил на рынке сидят там в смартфоне пишут а как назывался степанакер до того как его назвали степанакер типа хан канди хотят сказать а то что баракан на месте этого города существовало армянское поселение с раннего средневековья об этом вам никто не был или вы думаете хан и его канд деревне там появились сразу я не говорю только о джили во всех селах которые мы сегодня посетим в последние 100 200 лет армяне не проживали здесь не жили армяне здесь жили тюрки однако после приобретения армении независимости тюрки покинули эти места и на их место пришли и расселились армяне на левом берегу сивана в основном жили тюрки да здравствуют наши герои которые освободили нашу родину и арменизировали всю эту территорию ваша армия называется орду орда к слову родина вы называете она юрт родная юрта ну кочевники что тут говорить так у них именциалитет качи кочевой у большинства мало очень мало очень цивилизовалась раз говорю баку это наш город мы построили они пришли туда моим образование дали название села орданыш никогда не менялась еще с древних времен она называлась орданыш с болью в сердце хочу отметить что два века здесь не было и следа армян карабахские события решили и эту задачу тюрки азеры оставили эти места и уехали мы им медицину дали национальный инструментальный ансамбль азербайджанских национальных так называемых инструментов собирал этнический армянин и по населенным армянами регионам азербайджанская сср не удивляетесь что азербайджанские так называемые народные песни и мелодии почти что на 90 процентов с армянскими едины одинаковые не разберешь разницу до 1988 года здесь жили тюрки азеры в 1988 году мы их отсюда выселили а на их места поселили армян прибывших из азербайджана вот результат этого как раз ну черная неблагодарность пришли на нашу землю ели наш хлеб а потом нас же хозяев выбросили из страны мы из мигринского района сюникской области раньше у этого села было инородное название неведи здесь полностью проживали тюрки азербайджан по берегу а раза мы добрались до села алванг должен признаться что сотни лет армяне здесь не проживали жителями этих мест были тюрки азеры а селу называлась алидере поража монак микро в этих местах жили тюрки азеры в конце двадцатого века после начала карабахский событий мы им сказали если не хотите умирать уезжайте отсюда потом сюда прибыли армяне и поселились здесь вот азербайджанская пословица гласит когда приходит бездомный хозяину этого дома уже места в своем доме не остается баджарана джан гурбан салам алейкум гардаш пишите в комментариях что вы об этом думаете спасибо за просмотр не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео